18 мая 2023 года Сибири и Дальнего Востока Эмоционального восприятия Авторы принадлежат К различным поколениям Каждый из них обладает Неповторимым стилем и взглядом На искусство Но есть одно объединяющее Их свойство творчества Активное осмысление Материального и духовного Наследия своего народа Образ человека Занимает особое место В живописи художников Васильева, Петрова, Макарова, Жирковой Произведением присуща Логичность и рационализм Композиций Точность рисунка Своеобразная пластическая манера письма Свободный, гладкий, красочный Мазок, передающий Материальность предмета СПЕССКИЙ ГОЛОВКИ СПЕССКИЙ ГОЛОВКИ В основном здании Иркутского областного художественного музея открывается удивительная выставка «Земля лун». Эта выставка организована Союзом художников Республики Саха, Якутия. И я хочу сейчас пригласить сюда Ольгу Афанасьевну, председателя Якутского Союза художников, которая прилетела сюда специально для открытия в этой выставке. Но в этой выставке есть и своя история. В Иркутске она экспонируется после встречи со зрителями города Красноярска. Рада приветствовать наших уважаемых гостей на Иркутской земле. И позвольте выразить слова искренней благодарности за эту возможность, за эту замечательную выставку. она действительно получилась потрясающей, очень содержательной, насыщенной. Была возможность перед открытием посмотреть все работы. В наше такое непростое время, когда переписывают истории, говорят, а было так, сейчас такая колоссальная ответственность на всей культуре, ведь правда только в культуре сейчас самое главное хранилище правды. И вы умеете донести всю эту правду очень тонко, деликатно, на подсознание, когда ты понимаешь, что было именно так. Я это видел. Я там не жил в те времена, но было именно так. Данная выставка была у нас, как Наталья Сергеевна уже сказала, месяц назад в Красноярске, открылась 5 апреля. И на протяжении всего месяца зрители города Красноярска могли видеть эту выставку. Мы получили колоссальное количество благодарности, отзывов положительных, восхищенных откликов на эту выставку, потому что она провела невероятный фурор. Мы поздравляем Иркутск, ваших гостей, жителей города, что эта выставка теперь у вас, что вы можете ей любоваться, восхищаться. Большая благодарность идейному вдохновителю этой выставки, Ольге Ивановне Зотовой. Это искусствовед, член-корреспондент Российской академии художеств из города Владивостока. То есть она была идейным таким инициатором организовать эту выставку в Красноярске. Что касается особенностей этой выставки. Вот смотрите, в социалистический период времени якутское изобразительное искусство, конечно, достигло своей высоты, когда государство очень активно поддерживало художника. Когда у нас были совершенно великолепные мастера, ну и многие, которые уже сейчас, к сожалению, ушли из жизни, они поставили очень высокую планку, на которую должны уже ориентироваться следующее поколение художников. И вот когда случилась перестройка, ушли старые идеалы, непонятно откуда брать новые, художники обратили внимание, как бы можно сказать, внутрь себя. Что если раньше был государственный заказ, и было понятно, какой сюжет брать для работы, то сейчас усилился компонент, это внимание к своей собственной национальной культуре. Он тоже раньше и был, но сейчас он выражен очень сильно, практически это присутствует в каждой работе, начиная от классической, выполненной академическим языком, и заканчивая абстрактными работами. Когда открытие уже произойдет, можете ко мне подходить, задавать вопросы, я могу вам на них отвечать. То есть буквально каждая работа несет определенный смысл, связанный с национальной культурой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА